Работники национальной полиции совместно с сотрудниками Управления внутренней безопасности СБУ задержали подозреваемого, причастного к вооружённому нападению на инкассаторский автомобиль в Харьковской области. Им оказался работник службы в звании подполковника. Нападение на инкассаторов произошло в минувший четверг рано утром. Автомобиль инкассации «Приватбанка» остановился у магазина в посёлке Купенск-Узловой. Двое сотрудников банка вышли обслуживать банкоматы, в машине остался водитель. В этот момент двое неизвестных в масках, угрожая пистолетом, вынудили водителя покинуть микроавтобус и уехали на нём. Сначала сообщалось, что было похищено 2,4 миллиона гривен. Сейчас правоохранители уточняют, сумма в два раза больше – 4,6 миллиона. «Нами была создана следственно-оперативная группа, которая в течение недели установила одного из причастных к разбойному нападению на инкассаторов. Когда начали изучать его личность, было установлено, что он является сотрудником СБУ. После чего мы дальнейшее проведение мероприятий начали совместно со СБУ, а точнее с подразделением внутренней безопасности СБУ». Работники СБУ указали максимальное содействие следствию, не желая покрывать своего сотрудника, сообщили правоохранители. Совместной группой он был задержан в Киеве. «Позавчера в городе Киев в одной из квартир нам был задержан. Нами был задержан один из нападавших. При осмотре квартиры у него было изъято два боевых пистолета, пистолет Макарова, пистолет Вальтер, а также сумма денег 46 тысяч долларов, российские рубли и евро». В национальной полиции открыто уголовное производство по статье «Разбой», совершённой группой лиц ради завладения крупной суммой денег. Подполковник СБУ задержан, в отношении него избирается мера пресечения. Если его вина будет доказана, то он окажется за решёткой на срок до 15 лет. Также, говорят в полиции, уже установлены и личности подельников подозреваемого. Марина Николаева, Агентство телевидения Новости.